Испорт Бэтс Ком Вознаграждение за первый депозит до 600 долларов Испорт Бэтс Ком Живой азарт и холодный расчет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А бедненький один тут остался со своим керамбитом Недолго он воевал, как мы видим Виртус кое-как пытается огрызаться Но на двух фрагах все и закончилось Ну что же, Cloud9 Соединенные Штаты Америки SKDC канадская, ну такая условно канадская команда Три американца, два канадца Именно они пошли по квалификации И результат их, по крайней мере, пока что впечатляет довольно серьезно Две игры, две победы SKDC готовы врываться в этот фейсит весьма и весьма серьезно Team Liquid сегодня также одержали свою третью победу Мы видим, за ними очень плотно закрепилось первое место в лиге Ну а вот Cloud9 из-за постоянных проблем с пятым игроком Пока что имеют статистику 50 на 50 Одна победа и одно поражение SKDC, вторая строчка, две игры, две победы И с гордо поднятой головой ребята залетают на карту Dust2 Коэффициенты CSGO Lounge ставят 74% против 26% То есть сегодня Cloud9 должны просто разрывать SKDC Ну и тут же E-GamingBest с коэффициентами Радует фанатов Cloud9 1.3 против 2.7 на канадцев Вот такие вот расклады Тем временем пистолетка мы видим полностью захлебывается Выход DL не заролял Хелпа клаудов была очень быстрая Ну и толком ребята даже до просвета бомбу не донесли Вышли, отдались и счет 1-0 в пользу дефенса Лайнапы Сенгарес Соттинг Не знаю, это Насинг или это Самсинг Такой тронинг, наверное, все-таки Насинг в комнате Сэмфис, Шрауд и Шазам Пятерка Cloud9, их оппоненты SKDC, Virtus, GDM, Relix, ELSE Думар, стандартная, стандартная боевая пятерка команды SKDC Ну что же, смотрим, это будет выход в флэнбэн На приеме работают 2 игрока Ну тут Сенгарес на платформе Сэмфис возле него Хелпующего играет Конечно, вопрос в инфе Опа, все увидел Увидел, положил первого А тут же мы видим, параллельно продолжается выход все-таки Через мидл Все, туннель отворился, ELSE открывается в центре А, ну и как мы видим Ничего не получается у SKDC по ходу этих пистолетов Не удивили, не удивили никак GDM на парыще В прыжке из Фомаса Его просто увольняет Шрауд И счет становится 2-0 SKDC придется еще чуть-чуть потерпеть Привет, чатик Привет, StarLadder 5 Третий и последний матч на сегодня Записи первых двух игр Уже должны быть доступны на нашем Ютуб-канале KSSLTV Заходите, чекайте Ну и, конечно, не забывайте про наш Официальный паблик ВКонтакте KSSLTV также имеет одноименное Он название Все самые свежие новости, анонсы И Вся жизнь Counter-Strike GO На этой страничке И ссылочка на мой паблик личный Тоже снизу экрана Заходите, подписывайтесь Завтра будет разыгран Король драконов, пацаны И не кто-то там Возвращаемся на карту Мы видим просто врыв Мидл под флешку Пытаются сделать канавцы Но опять 25 То же самое, что и с длиной Нормально я шелкнул Но тут уже произошло Движение в центре Да, без шансов Кладбище Просто натуральное кладбище На наших с вами экранах Но, тем не менее Для SKDC это все Пока что принимает Грустный оборот Ну вот первые Калашниковы появляются У канадской пятерки Тут же мы видим GDM накопил на АВП С первой броничкой И очень важный раунд Как-то на реакции Не хватило Немного GDM Два персонажа была на его экранах Тем не менее Как-то он вообще никак не среагировал Просто теперь стоит Ждет Поджим Дейла от ЕЛС Тут пока что тихо А вот в темочку-то мы видим Клауда вышли Ну, видимо Они знают и не знают Как контрить команду SKDC Действительно Начало сверх уверенное Спокойно дали смог Вышли в темку Зажали там двоих Ну и тут, конечно Уже все вернулись на длину GDM тем не менее Разменивается на шрауда Реликс пытается выйти А тут молотов Неприятно Нужно обойти В этот флешка Ой, как же все грустно Для SKDC Атака чуть-чуть-чуть Замедляется Продолжается раскидка Подсад в точку А у Клаудов Не очень тайминговый Реликс тем не менее Этого почему-то не замечает Вот это бронебойный Сейчас выдает Анасинг Дабл Дил В спине Уже мы видим Находится Сэмфис И SKDC Проигрывают Первую Оружейку И того должно быть Очередное эко Если, конечно, ребята Не согласятся играть С Галилами Без раскида Да, это будет тэком Два АВП появляется Кстати, у команды Клауд Найн Ребята решили Что много АВП Не бывает А тут у нас Фул Б Старая, добрая Фул Б Сэмфис такой Здорово, пацаны Я вам дал хаешку И никого не убил Как-то слабо Сэнгарес Пытается размениваться Не получается Его давят И это минус Все-таки успел Кстати, он Унести Реликса Но бомба ставится Бомба ставится В окне движуха Вирту сужимает Шазама Ну, зря, наверное До конца пошел В итоге Два в два Остаются коллективы Но бомбу поставили Уже неплохо Для СКДС Флешка Шрау запрыгивает Ну, вообще Как будто знал Куда смотреть Быстренько дал Минус один Минус два Еще становится Пять ноль Ну, как-то вот Как-то слабо сыграл На самом деле Сэнфис То есть он дал хаешку И видит Двоих троих Зажимает И спрей куда-то не туда И в итоге Зашли Поставили бомбу Канадцы Пять ноль Ну, все О, что это такое Бешеный Бешеный У нас Энгард Решил купить Скорострелку Еще и пять тонн У него в запасе Ну, тут то ли троллят Клауда То ли еще что Я не знаю Два АВП И плетка Закуп Такой суперуверенной команды Я бы сказал Тем не менее Потеряли Шазама Одной из своих АВП Шрауд Занимает яму И атака халдит Атака халдит Понимает, что Больше сливать Не стоит Нужно все-таки Собираться Сэнфис Хорошая точка Немного не туда Смотрит Опачки Нашел Джерема А тут же мы видим Еще один игрок На парыче У атаки Вот он Думар Как-то один Пода Один на длине Второй Третий На парыче СКДС Нужно собираться Нужно как-то Разменивать Друг друга И действовать Более командно Потому что Клауда пока В индивидуальных Перестрелках Оказываются Попроворнее Своих оппонентов Ну и я хочу В этом раунде Увидеть Сэнгареса Как он будет Убивать Этот раунд Затащить Промахивается Сэнгареса Тем не менее Продолжаются Размены Шраут Все еще живой На длине Бомба стоит Выбивание 3-4 Но тут Тут Там Тут снайперы Скорострел Остался Но тем не менее Очень Ну не просто Все играют И выход И выход Битые в руках Сэнгареса Сэнгареса Думар Думар Ответный флэш Но Ай нет Отказался От этой задей Игрок атаки А вот теперь Можно пробежать У Шазама Проблемы Планта беззащитная Еще одна флэшка Опачки Сфоткал Думара на память Бомба здесь же Дым Флэшка Ну что это будет Аркада Шазам может В принципе На заходе В сочку Понстреливать Довольно неплохо Да Еще один флэш Отвечает минусам GDM Шраут тоже Прибегает Из-подела Штрафует Виртуса Ситуация Два на карте Шраут Знает что это Дина Да Хороший минус Пока там с бомбой Разбирался GDM В итоге Остался 1 на 1 Этот игрок И Сенгарес За счет Численного преимущества Сейчас дарит Своим тиммейтам Семерочку Карти Сейра П2000 Речайшая Просто У Сенгареса Ну а тем временем СКDC Снова Не хватает Совсем немного Они сколько Расставили бомбу Вопрос только в том Что после этого Как-то уже Очень жестко Клауда Выбивают Плэнт Это эко Это эко Что это Фуллб Возможно Как-то бомба Уж очень бодренько Побежала В темку Хотя нет Два игрока Аркада Да Выход в центр Наверное Был уже слишком Опромечивым Там КТ Плюс Из-под Б игрок Уже Конечно Заняли Точки В итоге Шаза Минусует GDM Аркада Темки Оправдывает Себя В исполнении Сэмфиса Бомба То выпала А бомба Выпала ЕЛС Нужно ее Забирать Сэмфис Это знает А или Не видно По-моему Бомба Отсюда Но тем не менее ЕЛС не рискует У него Эмка Нужно Идти в размен Вот сейчас Убьет Наверное Эть Нет Не законтролил Спрей Канадский игрок И это Восьмерка Для клаудов И вроде бы Начало раунда Было неплохое Но Дальше Опенфрага Дело не двинулось Снова появляются Дефолтные девайсики У Сенгара Небольшие проблемы С денежками Судя по всему А нет Есть За плечами Эмка Как-то он просто Быстро переключился Ну и тут у нас Пока что Занимает Длину Бежит атака Ох Экшн-то какой Начинается На длине у нас Закидали Закидали Эту точку клауда В яму-то они пропустят Ну а вот Как дальше действовать Непонятно СКДС Создали напряжение По этому фронту Тут же мы видим Шазам такой Опа Пацаны Что тут Нужна ли вам Хелпаут Снайпера Пока все тихо Никто не чекает Да Занимает яма Команда СКДС Ну и попытается Отыграть От Джидема Да Чек Там дымы Мы то с вами Видим что там Никого нет Давайте включим Какого нибудь Жостикса Шазамчик Например Например Который бы сейчас Должен видеть Подъем в точку А Ну и тут же конечно За углом Шрау стоит То есть Клауда Отдают полностью Эту позицию Опа Нашили Шрауда Судьба Пытка выйти в спину Себя не оправдывает Шрауд терпит Ставится бомба Шрауд Ну рискнул выйти Кого-то убить Не получилось В итоге Сэмфис плюс Шазам вдвоем Два в четыре Ну спорный момент Стоит ли вообще Эти на выбивание Клэнта Шазам все-таки Пытается кого-то Нашить Ай-яй-яй Молотон неприятный Сэмфис говорит Дружище Что ж ты там стоял На тебе немного Свинца по пузу И да Уходит Уходит команда Клауд Найн На сейв Это понимает Пятерка СКДС Они тоже смещаются Ближе к яме И счет у нас Становится на табло Восемь Два Ну маловато Конечно для команды СКДС Нужно Еще раундов Пять Наверное забирать Им Но это такой Оптимистичный Конечно прогноз На самом деле Клауда Сейчас выглядит хорошо Ну что же Ну можно дать дропы По хорошему Четыре тонны У Сэмфиса При этом заставленная Энка Да Шраунд закупается Там же мы видим Пошли пистолеты У Сэнгарса И Наттинга Сэмфис раскинул 5-7 видимо Нет Мне говорит Твой 5-7 не нужен Ты мне дай Кольт Хороший Сказал мы Настинг И в итоге Получился закуп У Клаудов Такой довольно Медленный Неповоротливый Но все таки Закуп А вот сейчас увидел Он в длине Двоих Шазам Атака Сразу Так Опачки Пацаны А там УВП А там еще Не все так грустно Как хотелось бы И решает Что сейчас Делать Канадская Пятерка Ну что Один в спине 4DL Шазам Прыгнул вниз Его отгородили Дымом Подсадка Возвращается На исходную Шазамчик Тут конечно Все зависит От снайперов По обе стороны Барик Ааа GDM Как там он вообще Увидит Шазам вообще Ничего не увидел В итоге Там 24 кп У него осталось Вот такие вот Дилища Что-то про этот КС GDM Видимо все таки знает Отлетает флешка Неплохо Это будет снова Снова Ой-ой-ой Тут уже не ваншот От Шазама О Ждет в спину Something Или nothing Как Как легче называть Минус 2 В его исполнении GDM последний Захлебнулась Атака полностью Тут же уже Хелфа Прибежала Агрессивная И Клауда Из последних Сил на последние деньги Но все таки Беру 9 раунд И все таки Не до конца СКDC смогли Перехватить Инициативу Одинокие раунды Как говорится Погоды не делают Нужно брать Стрик Нужно загонять Оппонента В экономическую яму Чтобы у них было Эко-эко-эко Но Клауда Так просто Не сдаются Мы видим Снова у них Все хорошо А там Теки без брони Йоу Елэс Там какая-то Лишняя тыщенка Только завалялась Купил на нее Бронь Шазам понимает Что там Эко Минусует Абарми Тут же мы видим Елэс На пропрыге Шазам знает Что Расслабляться Это не стоит В итоге Елэс И думар Хорошие фраги дают Три в три Вот ТТ перестрелки Наверное Сейчас будет Все зависеть АВП у Елэса Падает Елэс Неприятно Пытается взять АВП Следующий боец Команды СКDC Ну Топают Откровенно То есть В принципе Их должны были Слышать На этом Стяжке В нижнюю Хотя Вроде бы Все далеко Были Ладно Пошли в темку Пошли в темку Ну Думар А 22 хп Броньки Нет Отдает ВП Реликсу Ну Сенгарес Должен Брать этот Раунд Ну или По крайней мере Размениваться Один в один Хотя Там так Близко Идут СКDC Что скорее всего Сенгарес Тут сейчас Делает Дабл Кил Ну что же Посмотрим К чему Все это придет Сенгарес Ну на реакции Опа Нет 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 Мистер Дивил От Думара Выполз такой И Уничтожил Ну что Бомба стоит Попытка выйти в темку Там у нас Платформа Ой Хорошая Это платформа Пацаны Реликс Ну Он конечно Не знает Ну на чекай Скорее всего Ой 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 Хороший флэш Реликс Все инфа есть Видел АВП Игрок в темке Шрауд Шрауду нужно тащить Все Минус один есть АВП остается одно За платформой Боком к шрауду Минус два Из дверей Ух Пропотели сейчас Клауда Ну прямо скажем Из Непростой позиции Вытащили Действительно Все было в руках СКDC АВП должно было Давать минус По темке Парень Ну на машине Там понятно 50 на 50 Но Вроде бы у канадца Все получилось Эка Напряженнейшая Только что мы с вами Посмотрели Тем временем 10.2 Все меньше остается Раундов Для сменных сторон И все глубже СКDC Прыгает в эту Яму отчаяния Читает Читает команда Клауд Найн Этот раунд По Джим Дейла Не удается У СКDC Зато Джедем Щелкнул Шазама Вот Позитивный момент Все-таки Присутствует В начале Разыгровки Сэмфи Просто сквозь дым Ставит пачку По Реликсу Флэшка Сэмфи Нашивает Нашивает Как может В центре карты Этот парень Так ТВП Видимо Копалась В точке А поджим На пары А кто же У нас Должен смотреть Да Видимо Этот парень Располагает Всей полнотой Власти Тут же Сэмфи Видит Смайпера И дошивает Третьего Уже Сэмфи Да что ж Такое Не могут Его выкурить Наконец-то СКDC Справляются С метлом А Поджим Поджим Парыч А тут же Мы видим ПТЛ Уже вышли В нижней темке Игрок Ой-ой-ой-ой Ну знает По-моему Что происходит Сейчас С Клауд Найн Ох Не заваншотил ЕЛС Тем не менее Это будет Выход Плен Б Как-то тут Заиграли Заигрался Сынгарес Отпустил Б Пошел в аркаду В итоге Обманули Своих оппонентов СКDC Игрок на платформе Ну тут От всех Не спрячешься Конечно Сказали Виртусу С одной стороны Флешка Два игрока Ну и тут И с темкой Уже такой Эх А я тебе дал бомбу Поставить Сынгарес И в итоге Забирает Одиннадцатый раунд Ну это изи Это изи Сегодня вот Во втором поединке Была Кое-какая борьба Ну вот Первый и третий матч В одни ворота СКDC Все-таки это не нюк Тут камбэк Будет делать Потяжелее А первая половина Уже вот-вот завершится Ну что же Раскидка На раскидке длины Шралт понимает Все 30 флешек залетело Шралт Жди гостей Минус один есть Продолжается экшен Раскидка от Клауд Найн А слепили Задымили Неплохо Филпа уже бежит Ну простопили Атаку очень хорошо Сейчас Два игрока Обороны Ну и тут же Вот он Где ты Да Вот мы видим Сэмфис Опа ДДМ такой Я контролю спину Пацаны Я контролю Опачки Минус один Минус два Расслабляться не стоит Ну хоть выйти на размен Нужно СКDC Сэмфис продолжает Нашивать Но уже берег патрона Это было видно Ну а СКDC Снова Между молотом и наковальней Спереди игроки И сзади Еще жестче стрелки Обложили Обложили демоны Кричит Думая Русь такой А я В двери прилег ГГшечки ГГшечки Какие-то сейчас На карте Даст Два Последний раунд Первой половины Ну команда СКDC Ну такое Два калаша Два скаута Первая броня У ЕЛС И Тег Найн Плюс ХЕшка В запасе у Реликса Бомба на длину бежит Плюс ХЕшка У СКDC С первого Видит второго Разменялись один в один Не самый плохой вариант Для команды СКDC Канадцы Нет Все-таки терпят Терпят в этом раунде Бомба такая лежит Да Там уже мы видим Что происходит Просто в центр Выбегает команда Клауд Найн Чувствует свою доминацию Очень серьезную Ну и все В коробке Последний Реликс Отъезжает Тринадцать два Тринадцать два С такими Грустными цифрами Команды СКDC В рамках Фейсет Лиги Еще не встречалась Это просто разгром Сегодня Клауда В боевом составе Без замен Без дедосов Без бесконечных пауз И мы видим Абсолютно Другая команда Действительно Не зря ставили на них И на Ликвид Как на фаворитов Этой Группы Да и в целом Североамериканского Дивизиона Ну что же Всего лишь два раунда Для СКDC То есть это Пистолетка и победа Для Клауд Найн Ну и последняя Соломинка Последняя Соломинка Это первый раунд Второй половины Для канадской команды СКDC Вот такие расклады Как мы видим Кто-то еще не написал Рейди Мы все еще дожидаемся Готовности команды Чтобы Стартовать смену сторон Тем временем Расписание дня У вас на экранах Первые два матча Завершились Ну и вот Третий поединок Клауд Найн И СКDC Тоже близок к тому Чтобы Закончиться Причем с довольно Хорошим счетом Турнирная таблица 9 очков Тим Ликвид СКDC Пока что на второй строчке Но видимо Выше взлететь Уже не в состоянии Ну и вот Клауда Четвертой позиции Переместятся На третью Так Слышу Слышу я Что есть Экшен на карте Означает Вторая половина Началась Это Реликс Один на Бен Не угадали СКDC Абсолютно Не угадали Бомбу мы видим Уже в позиции Хаешка под Реликса В центре Шрау С тремя ХП Еще собрал Собрал информацию В итоге Плен ставится Без наказа На Виртус Я уж думал В дымы побежит Но нет Ждет Своих тиммейтов В темке Перестрелка Три против двоих Нечестно Ну как мы видим Все Это 16-2 Должен быть счет Езг уступляется Конечно Но Его быстренько Уютно Улеглись КТ и террорист Причем Какие-то зрачки Были странные У КТшника Как субзиро Какой-то Ладно Сейчас не об этом Пацаны Сейчас Контерстрайк У нас на экранах 14-2 СКDC Показывают Я бы сказал Неожиданно Слабую игру То есть Предыдущие два матча С их участием Были напряженные Они там победили Я думал Ну 16-10 Возможно Такой будет счет Но Вот 16-2 Это как-то Совсем плохо Ладно СКDC Понятно Тут скупили Два скопа Броньки Битва За 15-й раунд Начинается Прямо сейчас Выход Снова План Б Разваливается Разваливается Оборона Просто Катком Дает своих Аппонентов Клауда Оба на парочи Остаются Игроки СКDC Накрывает Одной хаешкой По 40 хп У Реликса И Елеса На хелсбарах И что Неужели будут сейвить Ну Тут Такой Странный мув То есть он как бы Сейвил Вроде бы он на пармиде С калашом Но вышел все-таки Мидл постреляться Получил по щам Бомба Стоит Реликс Последний 5-7 Городская опасность Ну На дасте Видимо городская опасность Не раляет 15-й раунд Сейчас будет для команды Главд Найн Реликс Ловит по щам А вот тут у нас уже USP Да 1900 У троих игроков SKDC Только что они закупились И сейчас будут В очень плохом Финансовом состоянии Да Снова два сколпа Снова пистолеты Плюс бронь Ну Не знаю Нереально Просто сейчас кажется Нереально Что команда SKDC Что-то покажет Снова Б Клауда вообще не парится Тем временем Пытается выйти на подсадку Команда Дефенза Вирту Стекло Мощное оружие Но надо попадать из него Да Вот первая голова На этом пока все останавливается Сэнфис Берет бомбу Берет бомбу С бомбой Ты куда пошел Ну тут уже чувствует Кто хозяин На карте команды Клауд Найн Размены тем не менее Один в один На бомбе-то стоят На бомбе-то стоят У нее Сейчас у нее Елэс Ужасный тайминг Для раскида дымов Подраслабился Елэс И Клауда все-таки Доводят Доводят Карту Дас 2 До логического завершения И на этом сегодняшний игровой день фейсейд лиги завершается 16-2, ну кто бы мог подумать, что с таким отрывом Cloud9 сегодня выиграют Ну да ладно, ну да ладно, стоит поблагодарить обе команды, битва получилась не очень заядлой, но, ну, хотя бы не очень перетянутой То есть SKDC не сидели там где-то, не халдели по углам, получилось так, как получилось, сегодня сильнее оказалась команда Cloud9 Ну что же, игровой день фейсейд лиги североамериканского дивизиона на этом заканчивается, я буду с вами прощаться Напоминаю, что на связи была студия CSGO StarLadder TV, с вами я услышусь уже, получается, послезавтра, да, в 5 по Москве стартует у нас североамериканский дивизион Так что 27 февраля жду вас на трансляции сегодня На этом все, всем спасибо за просмотр и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok